Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа по второму каталогу Фоберлик. Так, давайте скорее распаковывать. Вот такая небольшая коробочка, но здесь много новиночек, много всего интересного будем с вами тестировать. Коробочка уже стоит, ждет вчерашнего дня, пока я вернусь с работы. Вот так у нас тут все с вами положено-наложено. Давайте по порядку. Девчонки, я без помады, поэтому начнем давайте с вами с новиночки. Это у нас перламутровая помада для губ Glam Shine в артикуле 407.85 я взяла. Она приходит, кстати, без коробочки, просто вот так. Да, здесь наклеечка, как такой бюджетный вариант. Наклеечку нам надо с вами отклеить, чтобы помаду открыть. Что-то, мне кажется, я брала какой-то такой тон персиковый. У меня как раз на губах сейчас есть шелушинки, посмотрим, как она с этой задачей будет справляться. Да, наклейка мешает ее открыть. Вот такой оттеночек, вот камера вам передает, в принципе, его правильно, при искусственном освещении, но правильно, он такой вот и есть в жизни. Мне кажется, он должен быть красивым. Катя, он дашь зеркальце? Тени вот, которые ты красила сейчас. Ага, спасибо большое. Сейчас попробуем с вами нанести, посмотрим, у нее губы очень сухие, посмотрим, будет увлажнять или нет. Так. На шелушение она подчеркивает, конечно. Надо было сначала бы губки поскрабировать. Цвет мой. Она такая, знаете, персиково-коралловый, освежающий, красивый цвет. Мне очень нравится. Да? Вот смотрится очень достойно. Но шелушение, видите, все подчеркивает. Если они есть, то с ними надо бороться. Сейчас я вам сделаю сводчик, покажу. Цвет, да, я не прогадала, очень красивый. И вот этот перламутр, его прям много, он сверкает. Текстура очень мягенькая, увлажняющая такая. У нее расход большой будет. Я это уже вижу. Может, хоть одна помада когда-нибудь кончится. Смотрите, вот как выглядит сама помада. Да, оттеночек. Она не уходит в рыжий, не подумайте, нисколько. Видите, сводч. Такой нежно-персиковый цвет. Вроде и розоватый, вроде и коралловый. Есть потом, но в рыжий никуда она не уходит. Очень красивый, такой освежающий цвет. Смотрите, сколько много шиммера. Вот. Камера передает все правильно. В стике она кажется как будто рыжит, да? Но на самом деле нет. Шиммера очень много. Расход, видите, какой большой вот за один раз, да? Смотрите, она прям как будто тает. Она будет быстро кончаться. Ну, мне очень понравился оттенок. Я довольна, что выбрала именно его. Красиво, красиво смотрится на кубках и освежающий такой цвет, да? Классно. Так, поехали дальше. Что же у нас еще здесь интересного есть? Так, у меня еще помадка одна, это не моя. Глэм Тим, артикул 406-94. Любит у меня знакомые розовые такие оттеночки помад. Вот так она выглядит, такая прям розовенькая-розовенькая. Кукольная, барбишная. Это у меня на заказ была помадка. Для кота я вам говорила, что буду брать вот такую перчатку. Артикул ее 910-142. Сейчас мы вместе с вами и с котом и для собак попробуем, насколько она справляется со своей задачей. Она приходит в пакетики. Вот так она выглядит. Смотрите, здесь пупырышки. Они достаточно длинные. По-моему, одной длины все, если я не ошибаюсь. Ну да, они все одной длины. Вот такие вот резиновые. Резиновые пупырышки. Достаточно мягкие. Мне кажется, кыске должно нравиться. С другой стороны она вот такая, как спортивные перчатки бывают. И здесь на липучке. То есть можно хорошо по запястью ее зафиксировать. Так, сейчас, смотрите, перчатку одеваем. Ой, тут что-то... А, нет, палец просто замялся. Перчатку одеваем. По запястью ее вот так натягиваем, фиксируем. Здесь резинка, чтобы она у нас не соскакивала и все было комфортно, да? Ну, а сейчас мы принесем кота и вам покажем. Аксик, не убегай. Не убегай. Давай почешем. Давай, где твой пузик? Давай, скорее, пузик. Почешем. То он у нас линяет. Весь линяет котик. Да, да. Ой, ой, хороший, хороший. Давай посмотрим. Будет у нас перчаточка сейчас шерсть снимать? Тебе нравится, да? Тебе нравится, Максик. Хороший котик. Где твой животик? Ну-ка, дай животик потрогать. Дай скорее. Дай скорее животик потрогать. И животик почесать нам надо. Вот так. Вот так. Максик. Так, ну что, смотрим. Да, смотрите, как здорово собирает шерсть. Я думаю, что она выдирает шерсть. Ну, не выдирает, нет. Она собирает, которая у него выпадает. Нет, из перчатки. Да. Которая у него выпадает. Вот сейчас попробуем с вами снимем. Кот вроде не сильно был против. Смотрите, сколько шерсти, да? Она хорошо у нас снимается. Да, она хорошо снимается. Вот так. И вроде как в разные стороны во время использования не летит. Достаточно удобно. Достаточно удобно. Так, вытащили. Смотрите, какой комок. Класс, конечно. Здорово. Вот так он, когда любит с нами поваляться. Лежит и вот этой перчаточкой его гладить. Здорово. Нет, классно вообще. Он был не против. Если щетки он там иногда побаивается, то с этой перчаткой прям как-то удобненько и хорошо. И приятный коту. Ну, и много шерсти, действительно, много за раз. Я даже щеткой не всегда могу вычесать. Вот столько прям вот за раз погладили немножко, да? И уже такой результат. Дальше, девчонки из новинок. Новая серия с котиками, да? Вот такие вот магнитные закладки. Для дочери артикул 910-121. И здесь три штучки. Made in China. Вот так они выглядят. Мы любим магнитные закладки. У нас только чуть-чуть поменьше. Вот мы покупали, по-моему, на Simuland к школе. А эти прям такие большие, большие. Они все, в принципе, магнитные закладки одинаковые. Сейчас распакуем, посмотрим. То есть там магнит. И посередине они загинаются. Ну, что ж такое? Не хочет открываться. Магнитные закладки часто теряются, потому что они маленькие. Эти покрупнее, может, не так часто будут теряться. Ну, вот здесь внутри магнит, да? И вот такая перекладинка. Просто вот эта вот бумага, грубо говоря. И мы книжку, тетрадку, учебник, все что угодно. Вот так вот закладываем, примагничиваем. И все здорово. Здесь написано Lovely Moments. Нарисованы вот такие вот красивые котики. Рыжий котик, черный с белым и сямский. Вот такие вот закладочки. Так, поехали дальше. Что тут у нас интересного? Здесь пробник. Здесь пробник туалетной водички. Новый, мужской. Как она называется, девчонки? Дон Леон. Да, Дон Леон. Вот. Мне очень хотелось потестировать, потому что страничка не пахла. Ой, слушайте, прикольно. Мне больше нравится, чем Деспирадо, по крайней мере, точно. Деспирадо я не поняла, хотя многие почему-то мы хвалебные отзывы такие поют. Мне не понравилось совсем. Вот это нравится. Я бы такое, ну, ощущала бы на своем муже. Мне было бы приятно. Сейчас нанесем с вами на запястье, посмотрим, потестируем заодно, сколько стойкости. Он сладковатый. А в то же время шипровые нотки какие-то есть. Вот я уже какие слова знаю, да? Но в основном сладость. У меня муж любит такие. Здорово. Мне нравится. Мне действительно нравится. Если Деспирадо сразу мне прям какое-то отвращение вызвал, здесь нет. Здесь классно. Нетипичный фаберликовский, очень интересный. Берите пробники, девчонки, пробники. Я вам сказала артикул. Артикул пробника 54-55. Берите пробник, тестируйте. Мне очень понравился. Хотя вы знаете, фаберликовский аромат я не очень люблю. Терпка какая-то нотка есть, дошипровая. Небольшая горечь потом появляется. Но такая интересная, не отталкивающая. А в целом аромат, я не знаю, я бы сказала сладко-пряный. Я не помню, как он в каталоге описан. Я вообще свои ощущения рассказываю. Сладко-пряный. Как будто корицу здесь чувствовали, хвоздику. Интересно, мне нравится, классно. Так, поехали дальше. Дальше очень интересная. Мочалочка, да, в Биндзе-кафе. Я заказала дочери. Будем пробовать с вами. И я вам в сюжетах сегодня будем мыться, наверное, в ванне. И попробуем, как она пенится. Посмотрим вот эти шарики, которые внутри нее. Я вам в сюжетах на YouTube, да, я вам ставлю сегодня. Так, намочите водой, вспейте руками, намыльте тело. Кстати, Турция. Это Турция. Это очень приятно, что Никита. И хоть мочалка с кусочками мыла лаймовый сорвет. Макс, что ты носишься теперь? Артикул 910-111. Вот эта зелененькая. Она достаточно крупного размера. То есть и для взрослого вполне себе. Очень здорово, что зип-пакет, который я не могу открыть. Открыла. Она такая прям, вы знаете, хотел сказать, плотно набитая. Она пушистая. Она обалденно пахнет. Этот лаймовый сорвет. Ой, как здорово. Я уже видела обзоры. Говорили, что здесь 8 вот этих шариков, да. Они потихонечку у нас будут измыливаться. Шарики такие, как для боулинга, девчонки. Тут три дырочки. Максик, котен, отними у него, с чем он там играется. Шуметь будет сейчас все видео нам. На веревочке написано Фаберлик. Класс. Кот всегда любит играть с сосисками. Так, и она, она получается у нас колечком идет. То есть внутри вот так тут можно просунуть пальчики. Тут как будто дырочка, но не резинка, а веревка, наверное. И мне кажется, она не будет так быстро распадаться. Хотя, хотя, девчонки, вот сейчас через это колечко попробовать просунуть. Нет, она не будет так быстро распадаться, как магазинные. Я в этом уверена. Я такие мочалки в магазине не беру давно. Мне не нравится, я люблю что-то пожестче. Но посмотрим, попробуем. Мне пока вот очень нравится. Смотрите, какой размер. Размер большой. Пахнет она просто божественно. Вот этот вот освежающий лайм прям бьет в нос. Аромат ярко выражен. Она плотная. Не так себе там вот три кусочка материала, да, как магазинная. Она отличается, девчонки, серьезно она отличается. Поэтому я видела посты ВКонтакте, где вот по этому поводу разгорались споры. Нет, она очень добротная. Так, поехали дальше. Дальше, что у нас тут интересного. Из новиночек я взяла из новой серии, из новой серии до бьюти кафе. У нас вышел аромат с вами. Апельсиновая меренга. При покупке двух продуктов срабатывала акция. Я взяла второй продукт повторно. Жидкое мыло лаймовый сорбет. Ого, оно так же пахнет, я забыла. Оно у меня уже было. Нет, оно не так, как мочалка пахнет. Здесь такой сладковатый одушкой, еле уловимая. А здесь прям лайм. Ядреный, который прям вот пьет в нос, действительно. Так, давайте с вами потестируем меренгу. Артикул ее 19.01. Артикул лаймового сорбета мыла 25.05. Так, многие прям нахваливали этот аромат. Говорили, пахнет фантой. Сейчас попробуем. У меня вот мочалка все перебивает. Надо ее убрать. Но я бы не сказала, что прям так фантой-фантой. Но есть отголосок, да, есть отголосок. Но больше какой-то сладкой нотки. Но аромат действительно приятный. Приятный, не отталкивающий, ни в коем случае. Не прям такой химозной химии, нет. Да, действительно фантой с чем-то таким немножечко подслащеное. Вкусненько, вкусненько. Мне нравится. Я, скорее всего, я буду в этом периоде делать еще один заказ. И, скорее всего, из этой серии возьму себе что-то еще. Я бы хотела даже, наверное, для тела что-то взять. Не помню, есть там у нас мусс, крем, лосьон, что-то такое. Понравился, девчонки. Аромат, да, достойный. Советую. Так, дальше, моя хорошая, что у меня тут интереснее? Ого. Что это, господи? А, я думала, неужели я взяла пасту, я их так не люблю из этой серии. Я взяла, по вашим рекомендациям, снова вот этот гель-спрей для полости рта с пребиотиками из линейки Фаберлек Эксперт Фарма. Эта серия в целом очень неплохая. Я ее люблю. Это косметевтика у нас. Здесь не только косметический, но и лечебный эффект. Артикул-спрей 1679. Сейчас мы немножко подбаливаем. Вот у меня голос, кстати, осиплый. Горло не болит, немножко остался насморк, но вот какая-то вот осиплость голоса. Буду пробовать, девчонки, вы мне советовали. Говорили, что прям вот, когда болит горло, это просто спасение, на самом деле. Мне интересно стало, почему же я этот продукт-то не беру. Вот такой вот флакончик, по-моему, 100 мл, если я не ошибаюсь. Да, артикул 1679, я, по-моему, вам сказала. Да, сейчас попробуем, прям сами не отходя от кассы. Чего уж там. Струей бьет прям. Не мелкий распылитель, а прям струей. Даже мне морта набрызгала. Ядреная мята, для тех, кто не любит, не понравится. Так же, как и ополаскиватель. Ядренейшая мята. То есть прям жжет даже во рту. Мне хочется до горла прям достать. У нас инструкция по применению. Я сижу, так и глотаю. По-моему, здесь все безопасно. Увлажняет слизистые полости рта, придает длительную свежесть дыхания. Слушайте, у меня попало вот тут уголочек губ, да, и у меня прям там щипет. Здесь ментола, наверное. Ого-го. Так, придает свежесть дыханию. Формула средства содержит пребиотик инулин, который эффективно способствует оздоровлению микрофлоры полости рта. Будем оздоровляться. А небольшое количество распылить непосредственно в полости рта. И все, ничего не написано. Ничего сплевывать не надо нам. Значит, мы просто распыляем. Это все у нас будет безопасно при проглатывании. Мяты много. Вообще прям охлаждают. Мне кажется, на лицо, если вот таким вот побрызгать. Летом, в жару, вообще будет огонь. Класс. Поехали дальше. Дальше, девчонки, конечно же, взяла по Фаберлик Лайк Кушон. Давно уже вам обещаю сделать сравнительный обзор, анализ ICУ. Мне почему-то кажется, это одно и то же. Но мы с вами все, конечно, обозрим. Поэтому 6171 артикул я взяла в темном оттенке. У нас там два, да, светлый и темный. По лайк. Они выходят 600 рублей, эти кушоны. Мой уже заканчивается. Им уже неудобно пользоваться, да. Здесь такая зеркальная у нас с вами крышечка, которая заляпывается сразу. Набери средства на спонж. Инструкция тут краткая на обратной стороне. Открываем. В принципе, все то же самое. Зеркальце вот оно. Пуховочка лежит. Такая же, как в ICУ. Мягенькая. Велюровая такая, да. Открываем сам спонж. Ой, саму. Сам кушон. Он у нас здесь зафольгирован. Открываем. Достаточно темный. Но мне кажется, он как раз как ICУ по оттенку. Набираем мы с вами как? Такими промакивающими движениями. Вот в начале он набирается хорошо. Сейчас у меня ICУ только вот по периметру там что-то осталось. Поэтому не очень удобно пользоваться. Я вам сейчас первые впечатления расскажу. Да. И расскажу по оттенку. А уже в следующем видео мы с вами подробно протестируем его на лице. Так. Наносим и кушон вдавливающими движениями. Да. Этот оттенок, по-моему, как и ICУ. Вот этот темный. То есть он белоснежечкам не подойдет. Я вам сейчас покажу обязательно поближе. Мы наносим вот такими вбивающими движениями. Он у нас не подчеркивает, у меня по крайней мере, шелушение. Не забивается в поры, а он их как-то сглаживает. Он вот, допустим, на носу, да, есть поры. Их так видно. А когда я наношу кушон ICУ, они как будто вот затираются, что ли, вот так. Но в то же время никаких высыпаний на лице не вызывает. Не для белоснежек, темненький. Вот даже мне под мой цвет кожи он может быть темноват. Но с контурингом самое то. Нет, это как ICУ оттенок, девчонки, темный, да. ICУ у нас в одном только оттенке. Вот. И что хочу еще сказать. Вот про кушон ICУ. Этот тоже проверим с вами, как он работает. Показатель стойкости хорошего тонального крема, да. На телефоне не отпечатывается совсем. Вот от слова совсем. Никогда. Ни на одежде, ни на телефоне. Для меня кушон ICУ, я надеюсь, что этот будет такой же, это идеальный тональный крем. Я ни на что другое просто теперь смотреть не хочу. И пробовать не хочу. Он просто великолепен. Настолько он круто перекрывает. Настолько круто освежает. В течение дня до самой глубокой ночи у меня лицо вообще не жирнится. Оно у меня сейчас нормальное. То есть тип кожи нормальной зимой, а летом комбинированной жирной. Но сейчас вот нормальное. У меня даже редко когда появляется блеск в Т-зоне. С кушоном ICУ вообще не появляется. То есть у меня вот только дикий восторг. Кто не пробовал, по программе Фаберлик лайк прям вообще супер. Я думаю, здесь будет все то же самое. Сейчас покажу вам поближе. Смотрите, вот сам кушон. Он достаточно темный. С вами в следующем видео сравним вот с Сеул обязательно. Так, не бликуй. Фокусируйся там, где надо. Вот он на руке. Я не сильно вбивала. То есть видите, разница есть. Между моей кожей на руке и кушоном. Он желтит. В тенке так лучше видно. Ведь он желтит. Но на лице у меня вот такие вот оттенки я люблю. Не подходят. Слегка вбила, распределила и уже разницы нет. Практически нет. Подстраивается немножко под тон кожи. Но это мой оттеночек. Если вы Белоснежка, конечно, и вам такие продукты не идут, которые желтят, мне очень нравится. Просто я люблю, когда немножко желтеет продукт. То берите, значит, другой оттеночек. Ну, пока у меня по первым впечатлениям, что разлиты эти кушоны из одной бочки, скажем так. Потому что даже в плане расходов, маркетинга не вижу смысла делать два разных продукта. Мне кажется, это просто одно и то же, но в новой упаковке. Но мы в следующем видео обязательно подробно с вами протестируем. На одну сторону нанесем ICO, на другую сторону вот этот Бебелис. И проверим с вами. Дальше, девчоночки, еще новинки. Элементированная версия у нас из серии Стора до Амора. Я взяла бурлящий шар кому-то. Кому я взяла бурлящий шар-то? Чего никто не реагирует? Мне. Ну, конечно. Вкусно пахнет вишенкой. Вишневым вареньем. Это такое ощущение, что здесь есть кусочки вишни. Вот, сегодня будешь принимать с ним ванну. Вкусно, вкусно. Мне нравится. Вкусно. Не такая вот приторная вишня. Есть небольшая кислиночка даже. Отголосочек какой-то. Приятно. Очень приятно. И вот такой вот гель для интимной гигиены. Здесь такая софт-тач наклейка. Прямо такая приятная. И выбиты все эти цветочки. Приятно трогать на самом деле. Я никогда из линейки Стора до Амора гель для интимной гигиены не брала. Но вы все вроде как хвалите его. Захотелось попробовать. Артикул 26,45. Артикул шара 26,46. Так. 200 мл. Здесь вот такой красивенький. Прямо сакура и все дела. Цветущая вишня. Отличается запах от шара. Если в шарике есть кислинка, здесь я чувствую химозную вишню. Совсем не такую, как в шарике. Совсем не такую. Вот чисто химозная вишня, девчонки. Ничего общего с натуральной не имеющая. Серьезно. Ну, мне так кажется. По крайней мере, у нас у всех обоняние тоже по-разному иногда играет, да? Нет. Здесь мне не очень нравится аромат. Он, в принципе, не сильно бьет в нос. Не ярко выражен. Ну, кому-то может показаться и ярко. Но не так, как в шарике. Вот в шарике прям ярко выраженные. Я чувствую действительно вишню с кислинкой вкусненькую. Здесь никакой кислинки нет. И какая-то вот химозная вишня, даже на вишню не сильно похожа. Но ничего, будем пользоваться. Главное, чтобы свойствами обладал хорошими, да? Дальше взяла по вашим рекомендациям дейзи клякрем. Смятый, да. Смятый. 48 часов прям написано защита. Антипреспиранты. Они у нас тоже. Интересный для крем девчонки со спиртом. Потому что те-то у нас без спирта. Здесь что-то не написано, что они без спирта. 86,48 артикул. И чтобы сыграла скидка при покупке двух продуктов акции, я взяла еще вот такое нежное молочко для тела. Давно на него уже смотрю и хочется. Сейчас вот зимой кожа сохнет, поэтому таких продуктов много не бывает. Для чувствительной кожи молочко для тела с алоэ верома с молочными протеинами гипоаллергеном. Артикул 86,90. Мне хочется прям понюхать, как пахнет дейзи. Да, здесь шарики гораздо больше, чем в обычных дезодорантах. Может быть, это и удобней. Пахнет обалденно. Мне вообще нравится. И мятный шампунь. Я сейчас им с удовольствием с превеликим пользуюсь. Поэтому запах вот этой линейки с мятой мне очень нравится. Буду пробовать, смотреть. Потом вам, конечно, в обзоре каталога в пустых баночках отзыв свой оставлю. Молочко у нас приходит запечатанное. Сейчас мы его с вами распечатаем и хотя бы на ручке потестируем. Здесь объем-то, конечно, ни о чем. Как крем для рук. На тело на два раза как раз хватит. Поэтому он у меня очень скоро, наверное, отправится в пустышки. Все, он дальше не заслудирован. Он просто был, вернее, не зафольгирован, просто был заслудирован вначале. Очень приятный аромат нижний. Одушка такая немножко зелено-травянистая, свеженькая. Вообще, последнее время уважаю серию или крем. Раньше как-то я ее недооценивала. А сейчас прям нравится. Очень классный аромат. Вот за один аромат прям, потому что опять есть какой-то элемент свежескошенной травы. Есть элемент зелени. Зелени нежные. Такой сочный, весенний. Классно вообще супер. Аромат обалденный. Ну, вроде как ручки увлажнила молочко. Буду тестировать. Тоже вам в обзоре каталога в пустых банках. Обязательно расскажу. Дальше повторила покупку из линейки N4W. У меня вот этим продуктом умывается дочь. Гель-пенка очищающая. 4 в 1. Она хоть и линейка у нас 12+, но ей очень подходит. Ей очень нравится. Она уже один такой тюбик израсходовала у меня, забрала. Артикул 0466. Очищает от загрязнения севм. Подходит для снятия макияжа. Увлажняет, дарит ощущение комфорта. Не пересушивает вся эта серия кожу, что очень важно. Поэтому, почему как бы ребенку разрешают им средства умываться. Оно достаточно деликатное, не сушит. Я не знаю, даже тут, наверное, спирта, скорее всего, нет. Глицеринчика здесь много. Он уже на третьем месте. Поэтому, как бы, все нормально. Дальше. В отдельном пакетике в коробке лежит порошок. Пополнила запасы. Взяла в этот раз горную свежесть. Классический наш стиральный порошок. У меня до сих пор, вот уже год прошел, сыплется куча вопросов. В одном видео вы порошки ругаете, в другом хвалите. Потом они у вас в обзоре покупок появляются. Девчонки, год назад я снимала видео о антифаворитах Фаберлика. Там был порошок. Он мне действительно не нравился. Но в 2000 году, у нас, в 2020, у нас с вами обновили формулу порошков. Я теперь ими с удовольствием пользуюсь. Если раньше вещи выглядели застиранными, сейчас такого эффекта нет. Здесь больше оптического отбеливателя. Формула сама как-то посильнее. Поэтому я ими пользуюсь. Потому что изменили формулу. Горная свежесть. Артикул. Все время я на порошках забываю, где они артикул пишут в каком-то таком интересном месте. 323. Сделано в Германии. Здесь 800 грамм. Приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Хорошо отстирывает. Прекрасно, замечательно. Поэтому почему бы нет. Чередую с Гринли. Мне и Гринли нравится, и этот. Поэтому да. Так, еще из серии дом, конечно же, заказала. Я вам говорила, чтобы заказывать органу свою любимую и вашу тоже. Ультракондиционер для белья. Золотая органа. 118,54. Есть фаберлика кондиционеры, которые делают более мягким белье, нежели вот именно вот этот. Но я не могу. Я уже так соскучилась по этому аромату. А Гринли пользуюсь. Сейчас допользую. Прям не понравился вообще. Хотя он у меня не загустел, как у многих девчонок. И не стал каким-то таким вязким, склизким и так далее. Но мне не понравилось то, что белье после вообще не пахнет. Я хочу, чтобы пахло. Мне нравится. После органа оно пахнет обалденно. Аромат потрясающий. Аромат каких-то люксовых духов. Артикул сказала вам 118,54. Так, дальше что у нас тут еще в коробочке интересненького. У меня соседка заказала девчонке Гордерику. Я сама, по-моему, брала только один продукт для шеи и декольте, мне кажется. Да, и как-то он на меня впечатление не произвел. Поэтому я Гордерику, пока она мимо меня проходит. Или Гордерика, как правильно. Артикул. Это дневной крем, девчонки. Ультрапитание для сухой кожи. Именно вот такой вот в баночке. У нее сухая возрастная кожа. Артикул 07,28. И обязательно я сама у нее попробую этот кремушек. И она попробует и скажет, как он ей. И мы с вами поподробнее тогда о нем поговорим. Возможно, тоже в обзоре каталога я вам иногда даю отзывы. Не иногда, всегда я вам даю отзывы. Оставляю на какие-то определенные продукты. Такой он достаточно густой. Вот крышечка. Пахнет приятно. Еле уловимая какая-то парфюмерная душка. Ставим все на место. Я у нее возьму обязательно мазанутся хотя бы один раз. И посмотрю тоже, как на моей коже он сработает. Но у нее сухая возрастная, поэтому ей вот должно зайти. Должно зайти обязательно. Так, дальше, девчонки, что у меня здесь? Я взяла по распродаже лак. Еще есть новинки. Не переключайтесь. Которые были в конце каталога. Старая версия еще. Хотела взять посветлее. Это лучший сценарий, если я не ошибаюсь, в золотой коробочке они вот так приходят. Да, лучший сценарий, девчонки, в артикуле. 7317. Мне захотелось что-то такого светленького, перламутрового. Но этот еще в сиреневу отдает. Здесь много действительно перламутра. Я хотела взять оттенок посветлее. Был там он еще. Но на нашем складе не оказалось. Уже, наверное, распробовали. Вот этот тоже довольно нижний. Хоть не хочется уже каких-то ярких броских таких оттенков. А еще к тому же лаки с шиммером, с блесточками, они держатся подольше. Поэтому вот сегодня буду делать маникюры. Тоже вам в сюжетах. Или в следующее видео, где будем все тестировать, вставлю, как выглядит этот лак на ноготочках. Я не могла пройти мимо новинки теней, девчонки, теней. Потому что я видела обзоры у випов. И мне не очень понравилось, как они наносятся. Мне показалось, что они жидковаты. Вы мне в комментариях начали писать, что нет, они прекрасно наносятся. Они гораздо лучше предыдущей серии. Но мне все равно кажется, что это не так. И я взяла тот же оттенок теней, который у меня есть в галактическое путешествие. И мы с вами их тоже в следующем видео сравним обязательно. Этот самый светлый, красивый оттенок, который у нас может быть использован и как хайлайтер, и как тени, он смотрится великолепно. Так, Dayzed Diamond оттенок в артикуле 5783. У меня есть абсолютно такой же один в один, девчонки, оттенок теней галактическое путешествие. Мы с вами сравним, потому что вот эти тени, они у нас на порядок дороже. Во-первых, и, ну, насколько я видела, да, у випов обзора, они жидковаты по сравнению с предыдущими тенями. Если галактическое путешествие, я брала кисточку, немножечко наносила, навека пальчиком размазывала до той интенсивности, которая мне нужна, и все было великолепно, эти пальцем размазывать не получалось у людей. Я без теней, мы сейчас с вами нанесем, чтобы понимать. Ну, кисточка схожая, оттенок один в один, и мне кажется, это, в принципе, то же самое. Сейчас смотрю на них. Сейчас попробуем, нанесем с вами, потом в следующем видео подробненько сделаем макияж со всеми новиночками. Оттенок тот же. Вот я предыдущие тени вот так пальчиком тушевала, потому что если наносить кистью, будет очень толстый слой. Мне, девчонки, то же самое, абсолютно. Тени, галактическое путешествие перелили просто в другой флакон. Абсолютно то же самое. Вот видите, как теперь сияет века. А сейчас, смотрите, я кисточкой нанесу на другое. Если наносить кистью, получается очень плотный слой, который может западать в складку, даже потом трескаться. Кистью я их не советую наносить. Просто я видела другие оттенки, они вообще неудачно тушуются. Вот кистью, да, немножко понасыщеннее. Я все равно сейчас пальчиком немножко подтушу границы. У меня именно вот такой способ нанесения, девчонки, устраивает вполне. Не видно ни четких границ, ничего, просто на ваших глазках такое легкое, красивое сение. Девчонки, это абсолютно тот же самый продукт. Если не хотите переплачивать, берите тени галактическое путешествие. Они сейчас на скидках по 179 рублей, по-моему, бывают. Смотрите, как красиво сядет. А эти на скидках 279 рублей. Разница как бы ощутима. Надо еще посмотреть объем. Может, здесь, конечно, побольше. Но я галактическое путешествие брала, мне кажется, года полтора назад. Три оттенка. Один подарила соседке, один у меня лежит, я им не пользуюсь, как-то темненький такой. А вот этот светлый я очень люблю наносить на подвижное веко. И даже, смотрите, девчонки, вот как хайлайтер под бровку. Вообще смотрится изумительно. Нанесли, пальчиком тушинули. Какое сияние, видите сразу? Вот это вот огонь. Вот так я люблю эти тени использовать. Они очень универсальные на самом деле. И в уголок глазика тоже. Так бровку подчеркнули, пальчиком растушевали. Изумительный хайлайтер. Вот этот оттенок я обожаю, поэтому его как бы и повторила. Потому что тем теням уже полтора года, надо их отправить теперь в пустые баночки. Мой вердикт это одно и то же, что и галактическое путешествие. Абсолютно. Может быть другие оттенки как-то по-другому играют. Но вот в этом оттенке это одно и то же. В следующем видео я вам это все наглядно покажу. Так, все достали, все посмотрели. Да, вроде все. Девчонки, каталог пришел новый. Опять будет новый парфюмчик женский. Классно. Здесь опять много новинок. Я так жду всегда весенние вот эти каталоги, потому что они потрясающие. Вообще просто потрясающие. Подарок для новичков будет классный. Тоже валькирия. Оба аромата интересны. Сделай заказ так, с вами при заказе. Парфюмирован. Или нет. Один на выбор. Или мужской, или женский. Если вы еще не зарегистрированы в Фоберлик, проходите по ссылке. Она всегда под видео. Регистрируйтесь. Покупайте для себя со скидкой. Радуйте себя. Я буду вашим наставником. Буду вам помогать. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Я вас очень люблю. И не прощаюсь с вами. До следующих роликов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok